Лиса с журавлём подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманёк, приходи, дорогой, уж я тебя угощу. Пошёл журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и подчивает. Покушай, голубчик, куманёк, сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу, так всё сама и съела. Кашу съела и говорит, не обессудь, куманёк, больше подчивать нечем. Журавль ей отвечает, спасибо, кума, и на этом, приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит, «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и этак, и лизнёт его, и понюхает-то. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюёт себе, да клюёт, пока всё не съел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, несолоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлём врусь. Субтитры создавал DimaTorzok